Вы откуда? Спасибо, с Кавказа. Прият, с Кавказа. Если бы мы взглянули на панораму, вот эту классическую чуть ранее и чуть до революции, то мы бы увидели вот там представленную, не при шее кобыле, а хвост, часовню. Что она там делала, почему она там появилась, я вам расскажу. Ну, не все нам по санам и углам ходить, да, и не все мне сорокезами щеголять надо иногда, и вот в более-менее неприличном виде. Сегодня у нас будет экскурсия по летнему саду. У меня, в принципе, была уже одна, когда-то давным-давно, когда я еще с Матигальником ходил, там были чудесные комментарии, типа, как можно проводить экскурсию в футболке ACDC, например, и прочее-прочее. А сегодня я вам расскажу про три события нашей российской истории, которые взаимосвязаны. Это три попытки совершить террористический акт, террористические акты, точнее. В данном случае они все три оказались неудачными, но два из них в итоге привели к успеху. Так вот, редкий случай. Давай вот здесь вот пройдем, чтобы можно было показывать, соответственно, то, о чем мы будем говорить. Я иногда буду заглядывать, во-первых, в шпаргалки и кое-какие картинки я буду подставлять. Просто я тут решил все-таки дописать в свою книгу «Терроризм глазами гида». И, в общем-то, то, что вы сегодня будете, ну, в моем случае наблюдать, я буду черпать как раз из этой книги. Но не так подробно, потому что подробно вы прочитаете в ней. Так вот, соглашусь, удивительным образом, с коммунистической властью не нужна была эта часовая здесь абсолютная. Она действительно портила этот классический вид Фильтона Егорова. Это наш такой, один из наших петербургских брендов культурных, наравне со Шпилем, Адмиралтейством и совсем остальным. Эту штуку Петропавловки. Ее убрали. А установлена она была здесь столько поскольку, именно в этом месте произошло первое покушение на царя-освободителя Александра II, который совершил человек по фамилии Каракозов. В принципе, я это 28 миллионов раз рассказывал в разных форматах. Вот и решил еще сегодня в таком вас оповестить. Вот здесь вот она стояла, собственно. Более того, если мы посмотрим на старые фотографии уже советского периода, то мы увидим, что вот с этой стороны некогда висела мемориальная доска, мемориальная табличка. Сначала просто видно, что там какая-то доска висит, а потом уже можно даже прочитать. Ее сняли. На ней как раз говорилось о том, то есть в 1932 году ее повесили, часовник к тому моменту уже снесли благополучно, а доску повесили, а потом и доску сняли. Ну вот это как бы очень странно, потому что доска-то как раз совершенно, на мой взгляд, не мешала никому, и можно было бы ее оставить. Буквально пару слов. Мы с вами будем стараться гулять. Сегодня, конечно, это, знаете, трешу горсодомии. Полный детний сад, полна горниц и людей. И я ходил сюда в это замечательное утворение, которое для меня имеет огромный смысл. Я здесь начал писать свою книжку «Корень» в 1998 году прямо в летнем саду, знаете, в пушкинском порыве, да, как он говорил, «Солнце русской поэзии» — «Летний сад мой огород». Но об этом, собственно, я не буду рассказывать, потому что это тема другая, классических таких экскурсий. Так вот, вот этого всего не было. Летний сад представлял из себя прекрасный пейзажный образец парка. Он был гораздо более уютный. Я вам подставлю несколько фотографий. Они сняты не в этих перспективах, они сняты там в других точках, но просто чтобы вы понимали, как это выглядело. И именно в такой сад ходил, и Пушкин, и именно в таком саду и происходили все эти события, о котором я вам буду говорить. Потому что в 1777 году было наводнение, которое все это нафиг снесло. А потом русский музей, которому летний сад принадлежит, он решил вот это все дело восстановить зачем-то. Это вот величайшее. Знаете, вот, как говорил мой мастер в училище, многое хорошо тоже нехорошо. Поэтому я вот совершенно не поддерживаю эту инициативу, и я сюда перестал ходить. Мне здесь теперь неуютно, я чувствую себя как будто в облагороженной какой-то казарменной даче. Вот если вы посмотрите туда, вот эти вот триляжные решетки, они убивают дыхание, естественность ландшафта. То есть это то, что добивались в свое время англичане. Почему, собственно, такие такого рода парки получили название ландшафтные. Изначально Петр I, конечно, планировал его как регулярный французский, потому что он, в принципе, тырил всю эту идею у Версаля. Он там побывал, у него челюсть отвалилась, и он сказал, хочу сад не хуже, чем у французского короля. Собственно, вот в парке именно пейзажного характера, без этих всех идиотских триляжных решеток, гуляли цари. Гулял Николай I, гулял здесь в полном одиночестве. Ему тут повеснилось, у него даже специальные такие из досок дощатые мазки прокладывали, чтобы он тут не утонул в грязи. Гулял Александр II спокойно. То есть это было время непуганных монархов. Если мы посмотрим на ряд картин, там вот знаменитые полоты Сверчкова, как выглядел выезд Николая I. То есть вообще надо сказать, что даже вот в празднованиях, например, в Петергофе, там одна из трейлинг вспоминала, что Николай ходил без охраны. Более того, он даже когда приезжал в Москву, он выходил к народу тоже без охраны. Сейчас это совершенно немыслимо, особенно в свете последних событий. То есть, чтобы там, не знаю, Владимир Владимирович Путин такой бабах и вышел к народу один вдруг в летнем саду здесь. Один и без охраны. То есть охрана как бы была в виде одного казачка, который плелся на расстоянии 50 метров, чтобы не смущать венциносную особу. И никому в голову не приходило покуситься на императора по нескольким причинам. Ну, во-первых, это помазанник Божий, да, то есть это не просто там президент, выбранный определенным порядком. Это раз. Во-вторых, почему, например, охраны не было, да, у царя был некий кодекс дворянской чести, понимаете? То есть, выражаясь высоким штилем, западло. Западло себя окружать как бы охранниками. Это что, пацаны не поймут, да, это что, трус что ли? То есть, нет. Ну и, в принципе, эта идея еще никому в голову не приходила. Поэтому, с современной точки зрения, это было предприятие абсолютно на 100% исполнимое, совершенно реально. И надо сказать, что отмена крепостного права, да, царь-всвободитель, бла-бла-бла. Ну вот, с этого начинается моя книга. Сначала листовка «Молодая Россия», которая была написана в здании Московской пирской части, ее потом снесли. Она располагалась прямо напротив дома генерал-губернатора, где сейчас Собянин у нас заседает. А потом нарисовался один кружок, который создал человек по фамилии Шутин. Крайне интересная и очень показательная личность, выявляющая, в принципе, основной поведенческий паттерн. В дальнейших всех террористических историй. Он остался сиротой в два года и воспитывался в семье своего дяди Владимира Каракозова, у которого был сын Дмитрий. Ну и, соответственно, они, двоюродные братья, естественно, дружили. И потом, под воздействием Чернышевского, он решил создать свою организацию. С неймингом и копирайтом у него были проблемы, поэтому он организацию назвал «Организация». То есть это «О-О-О», «О-О-О». И он вообще говорил, что в мире есть три великих человека. Ну, пойдем, пройдем через эту гущу. Три великих человека – это Иисус Христос, это апостол Павел и Чернышевский. Вот такое влияние этот человек имел на умы молодежи. Собственно, Чернышевский, Писарев, Добролюбов, вот эта вся шайка левика, включая Сладыкова-Щедрина, они стали камнем преткновения, например, в редакции журнала «Современник». У Некрасова он в пух и прах разосрался из-за этого с Толстым, Гончаровым, Боткиным, Дружининым, то есть с такими более умеренными, с Тургеневым, кстати, тоже. А вот они одно время там просто, как первая скрипка оркестра, солировали. Потому что это было модно, стильно, популярно молодежи. Сейчас вот вы любого человека спросите, читал он Чернышевского? В лучшем случае он скажет, что да, читал в школе. Но когда вы спросите, о чем, никто не ответит. Я это миллион раз проходил. Как писала Анна Андреевна Ахматова? Я крозом хочу в тот единственный сад, где можно увидеть мой девичий зад. Или не так она писала, да? Или там какие-то другие были строки. Вообще, конечно, столько здесь голых жоп, столько здесь голых сисек. Столько здесь голых даже было. Писек, которые потом были прикрыты фиговыми листочками. Создает он эту организацию и шутен. Была такая хронистка московского суда. Звали ее Елена. Фамилия, по-моему, Козлинина. Или Козлетинова, не помню. Ну, книжки прочитайте. Она оставила очень интересные записки вообще о деятельности вот этой судебной системы. Это было, опять-таки, на гребне вот этих вот видоизменений вследствие Александровских реформ. И она писала, что Ишутин, он был, ну... Сейчас бы, знаете, про него спел бы вокалист Radiohead, что он был just a creep. То есть он был такой фрик, не в самом лучшем смысле этого слова. Потому что я, когда употребляю слово фрик, я в основном стараюсь произносить его... Ну, с такой, знаете, ну, человек с придурью, да. Он был именно фрик вот здесь. И она говорила, что он был вообще урод внешне. И все это он затеял ради, соответственно, того, чтобы завоевать там сердце одной девушки. Вообще вот это вот ради девичьих глаз или, впрочем говоря, все из-за баб. Это мы еще с вами встретим на примере Леона Мирского, о котором пойдет речь. И еще массы других примеров. И они пытались устраивать некие предприятия по мотивам, опять-таки, Романа, что делать. Потому что там вот все разные швейные мастерские, переплетные мастерские описывались. Вот это вот, например, вот этого всего не было. И у вас был простор. То есть вы видели ту сторону чудесным образом, а сейчас вы этого не можете сделать. Кстати, сейчас я вам покажу чудесную фотографию вот в ту сторону. Здесь вообще когда-то можно было даже на лошадках кататься, но теперь нет. То есть смысл был в том, что мы сами можем зарабатывать деньги, сами их равномерно распределяют среди членов наших обществ. Почему переплетные мастерские, например, вот очень часто вот я рассказываю. Дело в том, что раньше, особенно толстый журнал, они входили без обложек. Поэтому переплетное дело, оно было лучшим остребовано. И поскольку книга и журнал это был единственный вид развлечения, некоторые вели свои блоги, как, например, Достоевский дневник писателя. Это, ну, современный блог, только такой очень-очень лонгрид. Ну, а чего, людей времени полно, поэтому могут и почитать. Хотели они, например, и основали на современной улице Красина в Москве школу для детей, когда это произошло. И шутин в Москве был, о, мы сделаем из них революционеров. То есть у него были такие, знаете, далеко идущие планы. Вот здесь вот есть несколько чудесных фотографий. Я вам покажу, значит, тут скамеечка. Сидят люди. С левой стороны видна еще панорама Севастополя. Стоял такой надувной павильон на Марсовом поле. А вторая фотография, чем мне нравится, это с примера, с этой же точки. Это пионеры в 43-м году идут на свой огород. Здесь летний сад был в огородах. А там мы видим, соответственно, специальный вот этот баллон, которым наполнали газом, а этим газом потом наполнали дирижабли. Ну, про это я рассказывал в своей прошлой экскурсии. Более того, внутри вот этой организации, под названием «Организация», было, соответственно, ядро под названием «Ад». В московском краеведении считается, что оно произошло от трактира, который находился на Трубной площади. Это не так. И почему я пишу в своей книжке «Это бред сивой кобылы». И почему это не так, можно убедиться, прочитав просто материалы затем следствия по делу Каракузова. Эти адовцы, они, соответственно, были еще, назывались Мортусами. Мортус – это, соответственно, человек, который во время эпидемии и прочее занимался трупаками. Ну, то есть он фактически был смертником. Мортус – это бог, французский смерть. У членов этой организации всегда должен быть с собой такой шарик с гренучей ртутью, потому что если вас арестовывают, вы должны это взять в рот, и он должен взорваться и, соответственно, исказить ваше лицо, чтобы вас не узнали. А с вами всегда должны быть прокламации, объясняющие мотивы ваших поступков. Потом это просто один в один, копейка в копейку, переймет другой замечательный персонаж, осуществивший первый удачный теракт в России, товарищ Нечаев, да, с которого Достоевский потом, ну, достаточно в таком гротесном виде писал роман «Бесы». И что еще Нечаев переймет, значит, члены этой организации должны сделаться отпетыми негодяями, взяточниками, чтобы никто не заподозрил их принадлежности к эволюционному лагерю. То есть вот такая логика присутствовала. Ну и, значит, двое из этих замечательных участников, они, например, отдали свое состояние организации, то есть иногда спрашивают, откуда деньги, и все время подозревают, какое участие какого-то запятного капитала. Нет, сами были богатыми наследниками помещиков и свои деньги отдавали на развитие революционной деятельности. Более того, сами иногда пытались проводить агитационную кампанию, и пропагандистскую кампанию, себя же. То есть, представляете, я помещик, но при этом я, соответственно, агентирую, собственно, крестьян за то, чтобы они включались в некую политическую борьбу, что уж говорить про развитие крестьян в ту эпоху, о какой борьбе вообще может идти речь. Это все, как правило, успехом не увенчивалось. Но надо сказать, что и царская власть, конечно, была абсолютно тупорылая. Вот был там такой, например, Иван Худяков. Он пытался сначала издавать журнал. Ему царская власть сказала, что не гоже студенту журнал сдавать. Затем он начал писать какие-то такие образовательные книжки для простого народа. И его обвиняли в том, что в разных статьях, типа, почему гром гремит, он вводит слишком подробные исследования всесознания и вообще отрицает божественную природу бытия. То есть они антихристианские, антирелигиозные. Для нас сейчас это бред сивой кобылы, хотя, в принципе, этот бред сивой кобылы, видоизменяющийся во временном контексте, он присутствует, потому что у нас сейчас тоже специалисты на разные законы, которые принимают. Это абсолютно те же самые грабли, на которые правительства наступали, наступают, и я не буду наступать. То есть вместо того, чтобы выстраивать какую-то более-менее грамотную политику работы с подрастающим поколением, особенно с прогрессивным студенчеством, вот они, собственно, ведут себя подобным образом. В общем, Ишутин носился с этими идеями, потом, значит, этот самый Худяков съездил в Европу, познакомился там с нарождавшимся вот этим интернационалом, приехал, и Шутин сделал из этого некий такой тайный, Европейский комитет, это Нечаев тоже потом возьмет себе на вооружение, и этот Европейский комитет замысливает тоже всякие покушения, готовит даже самовзгорающийся пароход, который подарит царской семье, и она туда погрузится, и, значит, бабах, чпок, чпок, и, в общем, понимаете. Другой потом говорил, что Ишутин носился с разными вещами, там, идеями абсолютно топичными, как устройство журнала женских мод, или, например, значит, какие-то ловля рыбьи в Каспийском море, ну, в общем, чувака колбасило, да. Но он периодически говорит, что надо пив-паф, надо пив-паф для того, чтобы как-то о себе узнать, и даже по свидетельству, опять-таки, одного из участников процесса предлагал взорвать Петропавловскую крепость. То есть, как он фактически предлагал это сделать, мне совершенно непонятно, но вот у него такие мысли были. Ну и вот этот Дмитрий Каракозов, который, божечки-кошечки, он про себя описал, во-первых, он чем только не болел. У него там и печень, и почки, и ломота, и вообще температура у него была под 40 градусов, держалась несколько дней. Хотя некоторые его надпись Double C, хоть какая-то полезность от моего действия, пошел как-то туда справить нужду. А там платный туалет. А у меня это, ну, то есть, стал искать деньги, и у меня из окошечка говорят, Павел, проходите бесплатно. Я думаю, заработал, заработал бесплатно поссать в детнем саду. Сбылась моя мечта. Возвращаюсь к этому. В общем, он писал, что он, во-первых, был болезненный. Затем он в университете московском, естественно, знакомился с разными нелегальными литературами. И сначала у него возникла мысль о самоубийстве. Это тоже, кстати, нормальный мотив. Это вот и, например, был такой Клеточников, который стал кротом в третьем отделении при народной воле. Он тоже хотел покончить самоубийством, но перед этим решил предложить себе партию. Типа, чего зря умирать. Потом еще там была история во время побега из Новинской катаржной тюрьмы. Там такая Наталья Климова с компанией бежала. Это уже сэрка-максималистка, устроившая взрыв дачи Петра Аркадьевича Столыпина. Там одна из смотрительниц этой тюрьмы тоже хотела покончить за жизнь самоубийством. А ей говорят, ну что ты просто так жизнь самоубийством качаешь? Давай для дела что-нибудь сделаем. Помогла. Ну и, соответственно, он наслушался этих речей и поехал в Питер. Первый раз он приехал, за ним помчались, его нашли. Он поселился в гостинице Большая Северная. Это напротив нынешнего московского вокзала. Она жива до сих пор. А потом, соответственно, след его простыл. И в апреле 1866 года он с двухствольным пистолетом встал вот там, где мы начинали, в толпе зевак. И, значит, царь гулял в этот момент. Катенька Долгорукова, его сначала любовница, потом органистическая жена, она писала в своих воспоминаниях, что в этот роковой день они были здесь вместе со своим возлюбленным. И она потом ушла через калитку. Кстати, эта калитка раньше была открыта. Я через нее ходил. Потом ее закрыли. Она вот прямо в углу там располагается с фонтанкой. Может быть, мы вам ее покажем. А он пошел, и вот случилось это. Ну, на самом деле, понятно, что Катенька Долгорукова все одеяло на себя тянет. Сам Александр Второй писал, что он гулял с Марусей и Колей. Марусей – это принцесса Мария Баденская, а Коля – это Николай Лехтинбергский. Это старший сын его сестры и Марии Николаевны, дочери Николая Первого. Это, кстати, Коленька потом тоже зажег напалмом. В общем, у него была любовная история, которая легла в основу романа Льва Толстого Анны Каренина. Вот этот бракоразонный процесс, который там затеяли ради некой Акинфевой. Вот, соответственно, это все. Но это тема другой. Экскурсия, у меня, в принципе, есть лекция про это, но там я касаюсь данного сюжета не так подробно. В общем, он здесь гулял, и потом, когда он выходил, соответственно, Каракузов в него прицелился, выстрелил, не попал. По самой распространенной версии, там был такой картузник комиссаров, который толкнул его руку и, соответственно, тем спас царя. Поговаривали, что этого картузника Татлебин просто подсунул Александру Второму, сказал, вот он спаситель. Суть в том, что промахнулся, побежал вдоль набережной, за ним погнался городовой из Торж-летнего сада, они его поймали. Ну и когда Александр Второй к нему подошел, один из первых вопросов по одной из самых распространенных версий был, ты поляк? Ну то есть царь не мог предположить, что в него может стрелять русский человек, после того, как он этих русских людей освободил от рабства. Ну вот, выяснилось, что нет, я русский. Все. Его отвели, вот куда я покажу, тут благо недалеко, на фонтанку 16, здание 3-го отделения. Сам Александр Второй принес пистолет, отдал его генерал-майору Мезенцову, Мезенцову, она сказала, вот террорист пойман, разберись. Потом этого Мезенцова зарезал стекляк Кравчинский на нынешней площади искусств, где русский музей и все такое. Ну, я тоже об этом рассказывал, и может быть отдельно еще раз расскажу дополнительно, более подробно. Каракозова, соответственно, судили и казнили на Смоленском поле. Это тоже тема отдельного рассказа, потому что это надо говорить возле нашего нынешнего ДК имени Кирова. Очень круто это все описал Илья Ефимович Репин, потому что он присутствовал на этой казни, он оставил рисунок этого Каракозова. Вообще, если сравнить, на самом деле, фотографию и рисунок, фотографию Каракозова и рисунок Репина, такое ощущение, что это 20 разных человек. Но, тем не менее. Все. Еще, когда описывали в описаниях Ивана Худякова, там была такая ремарка одного из участников процесса, что он производит вид фанатиков, фанатичный у него вид. И это правда. Теперь мы перекидываем все с вами уже совершенно в другое время. Это уже конец 1870-х годов. Совершенно другая эпоха. Все те люди, которые, например, апологет анархизма Петр Кропоткин, он писал в момент этого выстрела, что если бы я там был, я бы сам схватил оружие и побежал бы защищать царя с ним. То есть они были абсолютно лояльны. Бух, Николай Бух, который потом возглавлял типографию в Саперном переулке и защищал ее с оружием в руках, тоже писал, что на тот момент я был довольно лояльным власти. На судьбе Сонечки Перровской этот случай имел... Ну, этот случай для нее имел свои последствия, потому что ее отец был губернатором Петербурга. Естественно, его сняли после этого. И у них и так в семье были проблемы. Ну, а тут деньги закончились. Казенная квартира до свидос, кредит до свидос. И, в общем, короче, все это усугубилось. На самом деле, история Сонечки Перровской это классическая история, ну, какой-то такой, знаете, девочки, которой больше всего надо. И папа, который считает, что она должна варить борщи и сидеть дома. Неизвестно, как бы сложилась ее судьба, если бы папа все-таки остался на посту. Ну, я не думаю, что она пошла бы кидать бомбы. Возможно, она стала бы, да, национеркой, но более умеренного характера. То есть, вы представляете, да, как все взаимосвязано в этой жизни. Конец 70-х, в общем. Леон Мирский, некий персонаж. Сын, в общем-то, дворянина. Не мудринопов по его имени сказать, что он имел кличку Лев. Лев. Леон Мирский. Ну, у него тоже такая стандартная история. Он попал в самый рассадник вообще революционных идей, военно-гдественскую академию. Это максимальное количество крамолы исходило именно оттуда. Поехал пропагандировать в имени своего отца. В какой-то момент его арестовали за хранение нелегальщины и за то, что он на набережной Малой Невке, 18, по донесению полицейских, они изготавливали кистени, да, то есть холодное оружие. И отправили в киевскую тюрьму, потому что считал, что он имел отношение к очередному побегу, который там случился. Там ему, соответственно, прилетел от надзирателя за длинные волосы. Ничего не меняется. Он с ним подсапался, его перевели, соответственно, в тюрьму, в Петропавловку. Он написал прошение, что мне становится хуже, у меня там сердцебиение учащается, мне там звук часов мешает мне спать. Ай-яй-яй-яй. Шефом жандармов тогда был генерал боевой Дрентельн, или Дрентельн, я не знаю, как правильно произносится его фамилия. Ну, как бы опять-таки, понимаете, ну, нехороший, не плохой человек, боевой генерал. Это вообще, я миллионы раз об этом говорил, это идиотия царской власти назначать на такие ответственные посты людей военной профессии, где нужно было иметь совершенно мозги другого склада. И, несмотря на то, что врач осмотрел у нас Нирского в Петропавловке и не нашел никаких там отклонений от здоровья и все прочее, Дрентельн разрешил выйти ему под поручительство адвоката Евгения Утина, который внес залог 3000 рублей. Это, ну, в общем-то, стоимость такой очень хорошей иномарки новой в наше время. Интересно, что этот Утин имел брата землевольца, который жил в эмиграции, да, сам участвовал в ряде там процессов, у него была дуэль громкая такая, нашумевшая. Он был неблагонадежный, и вот подручили с такого человека и отпускают вот этого Нирского. Нирский выходит о свободу. У нас связывается, тогда еще была партия «Земля и воля». И специально мы сюда вышли, чтобы показать вам эту панорамку, потому что, когда мы с вами будем говорить, я буду говорить, что Покатилов стоял, ну, цитируя Савенкова, возле домя Штыглиса. Савенков имел в виду вот это вот здание. Это здание соляного городка. Потом оно было перестроено для промышленной выставки, а потом по проекту Верония Микитнера для сельскохозяйственного музея. И с тех пор, собственно, оно в таком виде и пребывает. Но, в принципе, вся эта территория изначально действительно принадлежала вот этому учебному заведению, затем по инициативе барона Штыглиса. Тут у нас просто, видите, съемки идут, и чуваки стоят, послушают, чтобы никто не ходил в ту сторону. Ну, нам туда особо и не надо. Вот, и Мирский, понимаете, вот Дрентль разрешил ему, соответственно, выйти из тюрьмы. Он сам лично подписал этот указ. Что-нибудь делает Мирский? Он хочет убить Дрентльна. Почему? Интересный мотив. Против него, как против человека, ничего не имеет, но как бы он же занимает пост шефа жандармов, и, соответственно, априори подвергает себя опасности, то есть это его проблема, ну и плюс он воздействует на процессы, из-за чего арестовываются революционеры. Странно было бы, если бы он этого не делал. Ну, был еще один нюанс. Это мы знаем из воспоминаний Николая Морозова, тогда землевольца, потом народовольца. Была такая Елена Костельман, ну, где-то она называется невестой Мирского, где-то нет. И, в общем-то, Николай Морозов с Александром Михайловым, будущий человек по кличке Дворник, один из ведущих народовольцев, который придумал всю эту систему конспирации, вот этот вот там фикус в окне и все такое прочее, говорили, что ради прекрасных глаз этой Елены Костельман у Морозова она выступает как Вивьен де Шоттабрен. Они пришли к ней на прием, потому что она, типа, сочувствовала революционным идеям. Морозов это с таким юмором описывает. Они, значит, прошли через эти покои в стиле, там, Людовика XVI, она так лежала, вытянувшись на кушетке. Они сели на такие маленькие, значит, пуфики, им принесли кофе в маленьких чашечках, и они чувствовали себя как будто два врача на приеме больной. Она так лежала с французским романом и говорила, да, я, в принципе, сочувствую вашим идеям. И когда они вышли, Мороз говорит, ну ты что, реально думаешь, что она, типа, нам поможет? Он говорит, нет, она, естественно, нам не поможет, в смысле, она не станет революционеркой, но нам очень полезна ее связь. Поэтому надо с ней держать контакт. Ну и плюс, вот видишь, ради нее Леон Мирский решил убить Дрентльна. А надо сказать, что уже до этого как раз Кравчинский заколол шефа жандармов Мизенцова, ну и, соответственно, Мирскому хотелось прославиться так же, как и Кравчинскому. И Морозов сам пишет откровенным текстом, что да, немало дел было совершено ради вот прекрасного пола. Ну, короче, бабы и бабы, они все-таки влияют на, влияют даже на революционные процессы, даже на террористическую борьбу, да. То есть, вот когда сидят пять пацанов просто, это одно. Когда сидят пять пацанов, и вдруг появляется красивая девичка, такой красивый-красивый, и такой девичка, знаешь, такой, как парсик. О, все сразу меняется. Не мне вам об этом рассказывать. В общем, Мирский решает убить. По вспоминаниям сестры Александра Соловьева, это другой замечательный фрик, который покушался потом на Александра Второго, не попал ни разу, да. Ну, я об этом рассказывал, может, еще раз скажу. Он даже стрелял, тренировался возле уже Невок на островах. В общем, он стал брать уроки езды. То есть, раньше можно было арендовать, ну, автомобиль нет, тогдашний автомобиль это лошадь. Татарсаль это называлось, один из Татарсалин, он сходился в манеже вот прямо здесь, на Маховой улице. Разъезжал по городу, Мороз говорил, что я его несколько раз встречал в городе, он такой, строил себя такого знатного Дэнди, да, ну, короче, мажорчика. Ну, вот. И в день Икс они выследили, да, Морозов с Михайловым следили за выездами Дрентльна, выяснили, что он вот едет вот как раз вдоль вот этих, сука, листочков, вы не увидите ту набережную, потому что спасибо, триляжные решетки. В общем, короче, он ехал здесь вдоль лебежьей канавки. Мирский догнал его, выстрелил его карету, затем, соответственно, попытался от него скрыться. Дрентльна сказал, что кучеру, давай, типа, гони за ним, завязался погоня, они понеслись. Интересно, что за всем этим с марсового поля наблюдал Александр Михайлов, и когда он увидел, что Мирский промахнулся, он взял первого попавшегося извозчика, то есть, короче говоря, нанял такси и поехал след за ними. И вот представьте, среди бела дня в центре столицы Российской империи от главного, ну, извините, ФСБшника удирает террорист, а за ними следует другой террорист, чтобы посмотреть, чем это все закончится. Ну, Мирский, короче, проскакал до нынешнего проспекта Чернышевского, тогда он назывался Вознесенский, Воскресенский, или, блин, нет, Воскресенский, по-моему, он назывался. Ну, в общем, короче, как-то так. Там у него лошадь упала, он не растерялся, стоял городовой, он к нему подошел, сказал так, дружочек, подержи-ка мою лошадь, я сейчас приду. И тот, думая, что выполняет какое-то важное задание, от хорошего барина держит эту лошадь, Мирский ушел в табачную лавку, оттуда вышел и пошел в таблический сад. Подъезжает Дрентль, говорит, где этот, который упал? Говорит, не волнуйтесь, ваше высокопроисходительство, я вот, типа, держу лошадь, тот сказал, дурак. Он в меня стрелял, и, в общем, короче, не поймали Мирского. А он потом спокойненько пришел к Александру Михайлову. Вот. У этой Вивьен де Шатабрена Елены Костельман, когда она узнала, что действительно был выстрел и неудачный, случилась истерика, она моментально забыла про все свои вот эти вот сочувствия революционной среде, потому что, ну, как обычно, одно дело, понимаете, игры, ну, ладно, давай сольемся с народом. Да, кстати, я вспоминаю, что ведь решетки-то, по-моему, тоже не было вот этой раньше. По-моему, не было, да. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Да. Ну, лебеди были, да. Лебеди, лебеди были. Их точно так же никогда нельзя было кормить. Мирский на самом деле был пойман. Я уж так вот вкратце рассказываю. Он там пытался, значит, потом поехать, тоже заниматься агитацией в разных местах. Он был пойман, сюда привезен, посажен в Предвариловку. И когда случился суд, по воспоминанию такого Прибылева, он стал потом мужем Анны Корбы. Анна Корба, это не склоняются же, да, женские фамилии. Анна Корба, да? Да. Да, Анна Корба, он... Ну, это тоже одна из ведущих народоволок, поэтому она вошла в историю, как Прибылева Корба. Он вспоминал, что Мирский попросил себе фрак, фрачную пару на суд. Он хотел выглядеть красиво, да. И вот суд, все выходят, ну, в таких спокойных сертуках, а Мирский во фраке. Он говорит, что выглядел, как просто негр или папуас. Слово «негр» тогда было употребимо, да. Это, ну, почти дословная цитата мной была только что произнесена. Вот. Мирского осудили. Этот Елена Костельман, там несколько раз у нее была истерика во время процесса, она выступала в качестве свидетельницы. А потом, буквально вкратце, Мирский сидел в секретном доме, и там Нечаев, который там уже сидел, он готовил побег. Он смог распропагандировать охранную команду, 16 человек. И уже все было на мази, но он поделился с этим Мирским, а Мирский его сдал. За, причем, какие-то такие, знаете, вот хочу там апельсинков себе на обед, там, папироски получше. Ну, такие какие-то очень мелкие, и абсолютно Софья Львовна Перовская не поняла бы этих требований. Все. И это, кстати, всплыло только после 18-го года, потому что он потом вышел, он жил там на той стороне России, умер своей смертью. В общем, вот такой персонаж, понимаете? То есть, на самом деле, весь Цимис из-за вот некой телочки, которая, значит, ему понравилась и перед которой он хотел покрасоваться. Это не значит, что все террористы были такие. Нет, конечно же, да. Там, Желябов, Перовская, Михайлов, Критковский, все эти динамитные техники, Исаев, Ширяев, Кибальчич, нет. У них, конечно, совершенно другой был склад характера и прочее. Но вот было и такое, да. То есть, обратите внимание, что паттерн поведенчески очень совпадает вот с Ишутина и Мирского, да, ради неких девичьих глаз и все такое прочее. И третья история, которая точно так же связана с летним садом и укладывается в эту повествовательную канву, она уже связана совсем с другой эпохой. Это уже начало 20 века. Это уже партия эсеров, социалистов-революционеров, которые считали себя правоприемниками партии народной воли. Вот в марте 1904 года сюда пришел Борис Викторович Савенков, сел на одну из скамеечек, опять-таки никаких этих зеленых ограждений деревянных не было, и стал ждать. Ждал-ждал. Он вышел, пришел чуть пораньше полудня. Почему? Потому что... Давайте вам украсим снимок. Хотите? Хотим. Давайте сфотографируемся с прекрасной девушкой. Да? Как будто я... местный. Хотя сами меня местные. Вы откуда? Спасибо. С Кавказа. Прият, Кавказа. Пикап, что ли, открыть курсы. А что бы мне к девочкам приставать? Я еще жить хочу, в конце концов. К девочкам не пристают вот эти вот, которые... которые там сидят на диванах и болеют за все хорошее и против всего плохого. Эти-то, да. Ну, я самыми чистыми намерениями, видите, just приобнять и все такое прочее. Что, не так, что ли? Когда, когда, когда в моей жизни было по-другому? Да, только так же. Где, да. Среди тех двух с половиной барышень, которые были в моей жизни, да, всего лишь... Какой ты скромный. Фу. Я не скромный, я реалист. Я рассказываю, как оно было на самом деле. Вообще, кстати, я смотрю, вот, летний сад, да, если вы хотите себе, даму сердца найти, ну, или даму не сердца, а еще каких-то частей тела, то, в принципе, я вот смотрю так, приглашаю представителей мужской половины, благо мы не в Штатах, и меня не обвинят там в этот... в отсутствии джендер-эквалити и всяких там... и прочее-прочее. Да, я отвлекся, ну, а как тут не отвлечься, да? Все же ради прекрасных глаз. Все же ради прекрасных глаз. Он сидел здесь чуть раньше полудня. Почему? Потому что они выяснили, что министр внутреннего дела Вячеслав Константинович Плеве выезжал по четвергам в районе 12 часов на доклад царю. Он ехал по фонтанке, сворачивал там на дворцовую набережную и к зимнему дворцу. Вуаля. В какой-то момент Савенков вздрогнул, потому что раздался все такой бух-бух. Но это полуденный выстрел в пушке из Петропавловки прозвучал. А вот в тот день у них ничего не получилось. Сюда сбежал Покатилов, у которого в карманах оттопыривались две бомбы, сделанных Максимилианом Швейцером, которого разнесло потом на Карпускалы в гостинице Бристольной Исаакиевской площади. У меня есть отдельный выпуск, где я там хожу в костюме Игоря Кальмара, об этом рассказываю. Это только самое начало формирования вот боевой организации под руководством Евна Азефа и Бориса Савенкова. И это был как раз их первый террористический акт. Они только начинали отрабатывать вот эту схему наблюдения, которая изначально была... Извините, сейчас прервусь, кстати. Вот сюда в фильме «Осенний марафон» приезжает автобус, гармошка классическая и выскакивает Быстрыкин и несется в ту сторону. Значит, который еще народовольцы опробировали. Приехало несколько человек. Приехал Егор Сазонов, который в итоге, кстати, забегая вперед, плевей убьет. У меня, кстати, будет экскурсия очередная, по-моему, через неделю, когда я буду рассказывать про это событие, и потом мы пойдем во дворы измаиловского полка. Это случилось напротив бывшего Варшавского вокзала, где сейчас Варшавский экспресс, это, значит, торговый центр, комитет и все такое прочее. Значит, Егор Сазонов. Затем были такие Мациевский и Боришанский, два персонажа. И Николай Каляев, это вообще однокашник Савенкова по гимназии. И все они... А, и Покатилов. Покатилов, который тоже очень интересно свою жизнь закончил, он, как и швейцар, разорвался на Карпускалу, только уже на этот раз в Большой Северной гостинице. Его смогли опознать только по таким кистям рук, очень миниатюрно. Значит, Покатилов стоял, я как уже сказал, вот там. Он должен был быть первым моментальчиком, потому что они выяснили, что плеви возвращаются обычно к себе, либо по набережной, либо он вот так вот обезжает, возвращается по... Сейчас эта улица у нас Пестеля, а тогда она называлась Пантелеймоновской. Вот. Соответственно, нужно было проследить, как это будет происходить. Покатилов стоял здесь. Вот здесь стоял Каляев, наблюдая за, соответственно, Пантелеймоновской улицей. Он должен был дать знак, если плеви поет по тем Пантелеймоновской улице. Он стоял тут битый час, и он был уверен, что его арестуют, потому что, ну, стоит человек в битый час и наблюдает за зданием третьего деления. На всякий случай, кто не знает, вот раз, два, три, четыре, четвертое здание, мы сейчас к нему подойдем. Это, соответственно, Царское ФСБ. Там было сначала третье деление, потом департамент полиции, потом охранное отделение. Просто расскажу. Один раз ночью, когда я жил на Маховой, я вышел, встал сюда и стал смотреть. Никого не был абсолютно, стоял, смотрел, смотрел. Мне что-то было плохо. Как раз вот всего было в Маховой барышне в жизни на тот момент, пока не случилась еще одна с тех пор, моему 46-летию. И мент там пасется в летнем саду, вот он смотрит на меня, смотрит, выходит и говорит, малый человек, а что вы здесь делаете? Я говорю, смотрю на воду. И он завис. Ну, то есть он был не готов к такому ответу, он не знает, что он ожидал, чтобы я ему сказал. Ну, то есть даже в этом случае ко мне подошел сотрудник правопорядка. А представляете, раньше, да, вот человек стоит, тут огромное количество там и городовых, филеров и так далее, тем более выезд министра внутренних дел, да. Но он стоял тут убитый час и к нему никто не подошел. Значит, он смотрел, стоит туда. Дальше, лицом сюда стоял непосредственно Мациевский в пролетке и наблюдал, опять-таки, тоже за вот этой набережной, что если Плеве едет, он дает сигнал Егору Сазонову, который стоял практически напротив здания охранного отделения. Ой, извините, тогда еще не охранного отделения, тогда депутатистик, ордамент, полицию. И еще один бомбоментальщик, соответственно, Борисшанский, он был вот здесь с бомбами. У них было все пять бомб. Самая тяжелая, семифунтовая, была у Сазонова. Она лежала у него под фартуком. Ну, это тот фартук, который раньше, как пролетник, как кабриолеты были. То есть, если идет дождь, соответственно, этот фартук вот так вот раскладывается, нависает над седоками. И вот под этим фартуком лежала у него бомба. И они стояли, ну, то есть, лошади у них стояли мордами сюда. Вот здесь Мациевский стоял, а чуть подальше Сазонов. И пока они стояли, их местные извозчики начали высмеивать, что, ну, основной этот трафик клиентский был в ту сторону, в сторону Невского проспекта. И они говорят, что вы, как дебил это. И им пришлось, соответственно, особенно Сазонову, переставить лошадь и стать лесом туда. Тем самым он потерял обзор. То есть, у него и так, как бы, раздваивалось внимание между Коляевым и Мациевским. Коляев стоял еще раз на мосту, Мациевский вот здесь. А тут вообще их перестал их видеть. Ну, и в какой-то момент, вот, Покатилов прибегает, Савенков говорит, слушайте, Борисшанский убежал. Вот. Савенков выходит, подходит к Коляеву, говорит, все, пойдем. А тут стоит, впившись глазами, я никуда не пойду. Точно так же он подходит к Сазонову, говорит, пора уходить. Сазонов стоит, нет, нет, нет. В общем, они очень хотели его убить, но вот в тот раз им это не удалось, потому что они только-только начинали свою террористическую деятельность. Ну, диспозиция была неудачная, хотя, конечно, ну, это застрелиться не стать. Ну, грубо говоря, представьте, сейчас вот на Лубянке поставились напротив там входа грузовик с динамитом, и он так будет стоять довольно долгое время, да, и это окей. Вот здесь прямо стоял у нас Сазонов, потому что вот он, главный вход в департамент. Тогда. А потом они встретились в гостинице Северный полюс на Садовой улице, спросили Боришанского, почему он бежал, он говорит, а что вы на моем месте сделали, если бы за вами следили? А что, за вами следили? Он сказал, да, за мной следили. Ну, окей. Вот. И потом Покатилов еще раз с Боришанским, они сюда приезжали, пытались подловить плеве, они вышли к Зимнему дворцу и шли, соответственно, по набережной с надеждой, с бомбами, которые Покатилов сам и сделал. Да, сейчас так вот перейдем и вернемся туда, в машине моей. Не встретили. Но они... Пойдем быстренько. Беренько, Беренько, Беренько. Но они не оставили этой идеи. И вот Покатилов 31 марта 1904 года собирал очередную бомбу в Большой Северной гостинице. И вообще вот Анна Гейфман, есть такой историк, которая написала все время прозвучавшую книжку про историю древесионного терроризма. Она со ссылкой на журнал «Каторга и ссылка», номер 3-й 1922 года, на статью там одного персонажа ссылается, что вообще Покатилов был известен своими дебушами. Пьяными. У него была экзема, кстати, у него были кровавые капли пота, выступавшие на лбу. Руки у него тряслись от алкашки. И, судя по всему, именно поэтому он и... Там самое тяжелое было в заправке бомб, точнее, вот заправка этих трубок в бомбу. В трубках содержалась серная кислота. Механизм этот был придуман еще и Николай Николаевич и Бальчич, чем нужно было кинуть эту коробку с гремучим студнем. И там, в общем, происходила моментальная реакция. Эта серная кислота выливалась. Сначала воспламенение, потом маленький взрыв, а потом это приводит к детонации уже непосредственно динамита. И вот это как раз даже сам Савенков пишет в своих воспоминаниях, что эти трубочки стеклянные, они легко ломались в руках. Ну, то есть, он не пишет, видать, про то, что у чувака тряслись руки. Вообще, как нужно было ему доверить изготовление бомб, если у него тряслись руки, но, естественно, каждый кулик валит в свои болота, и террорист никогда не признается в каких-то там вещах, дискредитирующих его светлую, правильную борьбу. Вот, поэтому тогда Плеве еще удалось избежать своей участи, но, увы, он свою бомбу в итоге нашел от Сазонова. Пойдем теперь обратно перейдем. Мост этот, кстати сказать, раньше был по-другому выглядел, назывался Цепной мост, потому что висел на цепях именно на таком на цепном мосту, собственно, и сидел у нас, сидел, точнее, стоял Коляев. Ну, а мы потихонечку, помаленечку подошли к финалу нашего рассказа. Вот так вот я постарался меньше, чем за час вам рассказать про эти три события и показать наглядно, что про ряд исторических объектов, также такие, как Летний сад, можно говорить вообще безотносительно там Пушкина, Психея, Домика Петра I и все такое прочее. То есть некоторые моменты, некоторые моменты, некоторые моменты я ничего не имею против Психеи, просто у каждого гида должна быть своя тоже фишка. На самом деле просто по Дворцовой площади можно провести там, не знаю, 5-7 разных экскурсий. По Летнему саду, как вы видите, тоже можно проводить разные экскурсии. Можно рассказывать про Ассамблеи Петра I, можно рассказывать про Пушкинскую эпоху, про то, что все, 5-10. А можно вот так вот поведать. Друзья мои, в ходе экскурсии забыл показать вам две фотографии. Одна это вид на этот самый цепной мост из Летнего сада. На заднем плане виднеется Пантелеймоновская церковь. А другая это вид на фонтанку из Летнего сада на училище правоведения, где учился Чайковский, ну, собственно, отсюда Чижик-Пыжик. Так просто к тому, что все реки и каналы были заставлены вот такими баржами с дровами раньше. Ну, а сейчас уже традиционная зарисовка с наших туров под песню проекта ОСА Остросоциального ансамбля. Мы выпустили ее в пандемию, но она актуальна и при нынешней ситуации. Если что, ссылка на трек есть в описании под этим видео. Вот неправильная тень И скребленный силуэт Ночь укутывает тень Ночью светлых мыслей нет И не думала сама Что случится здесь потом Когда мир сойдет с ума Когда мы с тобой умрем Лишь кривые зеркала По периметру вокруг Я тебя давно ждала И скребленный черный друг И не думала сама Что случится здесь потом Когда мир сойдет с ума Когда мы с тобой умрем Каплю заползает В щель Рассыпаются стихи Нет глубина, только мель И слова всей струхи И не думала сама Что случится здесь потом Что случится здесь потом Что случится здесь потом Когда мир сойдет с ума Когда мы с тобой умрем И не думала сама Что случится здесь потом Что случится здесь потом Что случится здесь потом Когда мир сойдет с ума Когда мы с тобой умрем Ну и в конце Сняв Этот головной убор Хочу напомнить Что Ну собственно Книжка Которая писалась На 10 лет В последнее время Что-то стало Раскупаться Как пирожки Да В Ленинг саду Закончена была На Литейном проспекте Если вы хотите Погрузиться В атмосферу Петербурга Конца 90-х Начал нулевых Со всеми Субкультурными И прочими Историями И детективным сюжетом Полумистическим То это для вас Книга Как раз таки Про эпоху О которой шла речь Конкретно Про Савенкова Да Про пиар Во время Русско-японской войны То есть Хочу напомнить Что Шла война Русско-японская А наши Замечательные Революционеры Замечляли убийство Министрового Внутренний дел И дядя царя Генерал-гибернатор Москвы И у них это получилось Ну и собственно Уже Хит Хитов Да Путеводитель по Невскому проспекту Третий тираж Уже продается Пожалуйста Можно читать Безотносительно Невскому проспекту Хоть где Потому что это фактически История Российской империи Экскурсии идут По соответственно Четвергам Пятницам Вечером Суббота Скресенья Либо днем Либо в шесть вечера Смотрите За анонсами У меня на сайте Ссылка есть внутри Внутри чего Господи Внутри яйца Яйца в утке А утка в жопе У Кощей Весмертного Да Вот там вот ссылка внизу Ну или просто В любом поисковике Наберите Павел Перец И он вылезет Автоматически На этом все Сегодня вот у нас вот такая Без дворов Без всего остального Ну Могем и так Да Комментарии Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok